Итоги подведены. Участники Евроартики подготовили проект резолюции. Финансирование геолого-разведочных работ в регионе необходимо продолжать за счет средств госбюджета. Мы его подбираем и уводим на безопасное место, подальше от поселений. Вакцина против агрессии. В регионе поступил первый инъектор для защиты людей от диких животных. Он работает по принципу пневматического ружья. С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзийский новости начинаются. Финансирование геолого-разведочных работ на территории Ненецкого округа необходимо продолжить за счет средств госбюджета. К такому выводу пришли участники конференции Евроартика 2015, которая завершилась в Наринмаре. По итогам двухдневного форума подготовлен проект резолюции. Свои предложения в разработанный документ участники дискуссий смогут нести в течение недели. Участники конференции единодушно отмечают рост объемов добычи нефти на территории округа на современном этапе, однако уверены, что потенциал добычи в регионе гораздо выше текущих объемов. Компаниям-недропользователям рекомендовано принять меры к выполнению всех лицензионных обязательств, увеличить темпы и объемы геолого-разведочных работ с целью поисков и оценки новых залежей нефти в границах своих лицензионных участков, привлечь передовые технологии для повышения извлечения нефти при разработке нитяных месторождений с использованием инновационного опыта российских и зарубежных компаний. После принятия резолюции администрации Ненецкого округа будут подготовлены письма в адрес соответствующих ведомств с предложениями по решению перечисленных в резолюции вопросов. Другим темам вакцины против агрессии в Наринмаре провели испытания так называемого инъектора специального прибора, который предназначен для защиты людей от диких животных, в том числе и белых медведей. В последнее время эти хищники снова начали атаковать прибрежные поселки региона. В Амдаре незваные гости буквально прописались. С помощью чего теперь будут бороться против хозяев Арктики об этом в следующем материале. Последний раз белого медведя жители Амдаре видели две недели назад. Опасное животное вальяжно разгуливало вблизи поселка. Его отпугивали различными средствами, в том числе стреляли резиновыми пулями. Но хищник до последнего держал оборону. Против нашествия диких животных в регионе теперь будут использовать вот такой специальный инъектор. С виду это обычное пневматическое оружие. Выстрел дротика со снотворным происходит благодаря сжатому воздуху. Убойная сила 30-40 метров. Этого, говорят специалисты, вполне достаточно, чтобы попасть в хищника даже во время движения. Инъектор изготовлен за границей. Его стоимость почти полмиллиона рублей. Испробовать инъектор на деле пока не удалось. В Наринмар этот прибор доставили всего несколько дней назад. Но если в Андерме, говорят специалисты, белый медведь снова появится, то усмирять его будут, скорее всего, уже этим инъектором. Мы его подбираем и увозим на безопасное место подальше от поселений, где находятся жители. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Далее репортаж из Москвы. Там назвали самый читающий регион России. Нао оказался в списке претендентов на победу. Я горжусь населением нашего округа и нашими жителями. Культурное заполярье. В Москве назвали имена победителя и призеров во всероссийском конкурсе «Самый читаемый регион». На каком месте Нао? Начинаем разговаривать на полтона ниже, чтобы они снижали свой тон. В Федеральной налоговой службе 25 региональное ведомство поздравило тех, кто трудится сейчас и тех, кто стоял у истоков. 5 миллиардов 186 миллионов рублей. Такие расходы на 2016 год заявили главные распорядители бюджетных средств для сферы образования. Для округа направление одно из приоритетных. При доходах региональной казны в 15,5 миллиардов образование занимает целую треть. Расходы по всем статьям детальным образом рассмотрели на комиссии по экономической политике и бюджету. Ирина Цепитова продолжит. Самая объемная статья расходов более 3 миллиардов субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание госуслуг. В этой статье заложено денежное средство на коммунальные платежи, налоги и заработные платы работников образования, в том числе городских школ, которые должны перейти в ведение округа с 1 января следующего года. Что касается сельских образовательных учреждений, то эта цифра гораздо меньше – 1 миллиард 527 миллионов рублей, что на 6% меньше, чем в этом году. «Часть идет за счет оптимизации вследствие того, что мы укрупняем, когда делаем одно учреждение как юридическое лицо, состоящее из головного и филиалов. На образовательный процесс это не скажется в отрицательном». Кроме того, из штатной численности сельских школ вывели ставки кочегаров. Этих работников полностью передали Северожилкомсервису. Первую волну вопросов у участников комиссии вызвало уменьшение финансового обеспечения Ниницкой коррекционной школы-интерната. «Коррекционная школа. Здесь уменьшение. Уменьшение идет за счет содержания и услуг, содержания имущества». Простыми словами, финансирование школы-интерната может уменьшиться в части коммунальных услуг и текущего ремонта здания. На серьезность сокращения указала Татьяна Бадьян и рекомендовала департаменту пересмотреть эту цифру и полностью сохранить финансовое обеспечение школы. Как и в текущем году в полном объеме департамент заложил средства на субсидии бюджетным учреждениям на организацию питания в образовательных учреждениях, в том числе и в среднепрофессиональных. Норма останется той же – 97 рублей в день. На том же уровне останется и финансирование питания на продленках в сельских школах – 50 рублей на ребенка. Нетронутыми останутся субсидии на отдых детей на летних площадках в школах, стипендии, компенсацию денежных средств за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год. Всероссийский конкурс проходил в рамках международной книжной ярмарки «Нонфикшн». Именно там назвали имя победителя. О самых умных регионах их читателей в следующем материале. Желающих попасть на международную ярмарку книг в этом году оказалось очень много. Она проходит здесь, в этом центральном доме художника. Буквально несколько минут назад у входа наблюдалась огромная очередь, но сейчас она поубавилась. Внутри, впрочем, настоящий ажиотаж тысячи посетителей. Свои новинки здесь представили более двух с половиной сотен издательств из разных стран мира. Гуманитарную, образовательную, научно-техническую и художественную литературу «Нонфикшн» за несколько дней посетили 50 тысяч читателей. Почетный гость этой ярмарки «Испания». Центральный стенд, 650 книг, в основном молодых писателей и на испанском и уже переведенные, но пока малоизвестные в России. Но, конечно, главное событие «Нонфикшн-2015» – церемония награждения первого всероссийского конкурса «Самый читаемый регион России». В стране его назвали ключевым мероприятием в Года литературы. Скажу честно, когда я про эту премию узнал и когда стали мы обсуждать итоги, я задал вопрос, а вообще по-честному, как это считается? Меня долго убеждали, что все считается по-честному. И вы сами убедитесь в этом, когда услышите итоги конкурса. Конкурс стартовал еще в мае. В состав жюри вошли представители книжного и библиотечного сообществ, журналисты, литературные критики и писатели. Выбрать «Самый читаемый регион» оказалось действительно непросто. Членам жюри пришлось изучать буквально каждый субъект. Кто, где, как и самое главное, сколько читают. В итоге перед финалом в список претендентов на победу попали 20 лучших регионов. «По принципу, самый читающий регион – это тот, в котором жители в наибольшей степени охвачены деятельностью библиотек, книжных магазинов, издательств, школ и вузов, литературных музеев». Победителя выбирали уже на основании подготовленных регионами презентации. В них были представлены наиболее интересные и значимые проекты, приуроченные году литературы. Третье место жюри отдало Санкт-Петербургу. А вот в то, что произошло дальше, многие просто не поверили. «Почетное второе место и премию получает Ненецкий автономный округ. Прошу вас, Сергей Дорогов». Население округа порядка 44 тысяч человек. Почти половина является постоянными посетителями библиотек. «Несмотря на то, что у нас в округе же практически наступила полярная ночь. До части населенных пунктов добраться можно только авиатранспортом, как правило, это вертолет. И только если летная погода, тем не менее, как вы видите, жители нашего округа думают не только о выживании и сохранности северных арктических рубежей нашей Родины, но и о своем духовном развитии. И безусловно, имеют возможность, особенно используя новые современные технологии, читать и духовно развиваться. И это награда, прежде всего, лучших наших представителей образования, культуры, которые проводят большое количество культурных мероприятий. У нас развитая библиотечная система. Я горжусь населением нашего округа и нашими жителями». Это отмечали посетители выставки. Они, как и участники конкурса, тоже удивлялись. Мол, второе место получила даже не Москва и не Ленобласть, а Ненецкий округ. «Правильно сказал Швыдкой, что, говорит, полярная ночь располагает к чтению. Очень приятно, что и до севера дошло, так сказать, это восстановление, так сказать, любви к чтению. Люди везде активно читают, независимо от того, какая это территория. Я слышала, что ваш округ он такой очень продвинутый, очень такой, да, читающий, поэтому я рада за вас». Главный приз ушел в Ульяновскую область. Таким образом, она получила звание литературного флагмана России. Организаторы уже с точностью заявили, что конкурс непременно должен стать ежегодным. Олег Хатанзийский, телеканал «Север», Москва. Региональное отделение «Народный фронт за Россию» готовится к масштабной конференции. Она пройдет в Наринмаре 4 декабря. Участие в ней примут руководители рабочих групп общероссийского общественного движения и все, кому не безразлично будущее нашего региона и страны в целом. Особое внимание фронтовики неизменно уделяют социальной защищенности жителей Ненецкого округа. Рабочая группа «Социальная справедливость» под руководством Риммы Костиной работает с целью контроля за исполнением указов и поручений президента России в области социальной политики. В качестве основных направлений деятельности можно выделить здравоохранение, семейную политику и соцзащиту. В этом году рабочая группа начала свою работу в поиске справедливости в части оплаты капитального ремонта. «Одинаковую сумму денег платят молодые работающие и пенсионеры, которые не работающие. Это тоже несправедливо. Поэтому мы провели круглый стол, на который пригласили Пасюкова, пригласили Сверидова и пригласили наших активистов. И там выяснили, что этого не должно быть, что правительство должно пересмотреть это решение. И мы там вынесли свои предложения, что должно быть, кто-то освобождаться должен, кто-то вообще, кто-то должен платить меньше». Усиления фронтовиков всей страны, справедливые предложения попали в правительство в скором будущем. По словам Риммы Костины, ветераны, инвалиды, граждане, достигшие 70-летнего возраста, могут получить льготу на оплату капремонта в размере 50%, освободят от уплаты взносов и пенсионеров под 80 лет и старше. Отметим, что исполнение поручений президента оценивается посредством проведения мониторингов круглых столов с участием экспертов. Она образовалась в годы перестройки, чтобы выстроить новые отношения между государством, бизнесом и населением. Налоговая служба России отметила 25-летний юбилей. Окружное ведомство по случаю круглой даты поздравило тех, кто трудится сейчас и тех, кто стоял у истоков. Работников межрайонной инспекции поздравили и представители исполнительной и законодательной власти округа, а также федеральных и окружных ведомств. Первый руководитель налоговой инспекции Ненецкого округа с теплотой вспоминает свои первые рабочие дни. 2 июля 1990 года Анатолий Мяндин был назначен руководителем нового ведомства. О том, как вести службу, никто из сотрудников не знал. Не было ни инструкций, ни положений. Учиться самим и учить налогоплательщиков приходилось на ходу с каждым новым законом. Нам пришлось внедрять и контрольные кассовые машины. Это сейчас вроде как бы обыденное дело. Тогда это было диковинку. Нам пришлось колеить марки акцизные на виноводочные. И у нас был акцизный склад свой. Ветераны помнят об этом. Нам пришлось и присваивать ИНН всем жителям округа. Результатом первых лет стало просвещение населения в налоговом законодательстве. Физические и юридические лица привыкали к своему новому статусу и платили налоги в бюджет. Благодаря этому в округе даже в самые трудные годы не было задержек, зарплат и пенсий. Первые годы, это 90-е годы, они были сложные по финансированию. Финансировались мы напрямую с Москвы, так как было министерство федеральной налоговой службы. Ездили туда, защищали как доходную часть, так и расходную часть. И сложно в плане того, что у инспекции не было своего здания. Здание мы уже построили в 1997 году. Сегодня работа налоговой инспекции полностью налажена. Казна региона получает запланированные доходы. В 2016 году это 5 миллиардов 300 миллионов рублей. За большими цифрами скрывается большая работа сотрудников ведомства. Иной раз налогоплательщики приходят очень активные и как бы не сдержанные. Как вам удается с ними установить контакт? Начинаем разговаривать на полтона ниже, чтобы они снижали свой тон. Повысить эффективность налоговых сборов помогают и новые услуги. К примеру, каждый налогоплательщик через сайт может самостоятельно рассчитать тот или иной налог или зарегистрировать свой бизнес. Сегодня на сайте службы доступны более 40 сервисов. Основной задачей по-прежнему остается обеспечение доходной части бюджетов различных уровней. Конечно же, главной задачей будет являться и контроль за исполнением налогового законодательства. Но поскольку налоговый орган, являясь также регистрирующим регистрирующим органам, оказывающим различные услуги налогоплательщикам, в том числе по бесплатному информированию граждан, также продолжит дальнейшую работу по повышению качества обслуживания налогоплательщиков. По показателям деятельности налоговая служба Ненецкого округа одна из самых эффективных и технически оснащенных, а современные принципы взаимодействия бизнеса и власти позволяют создавать благоприятный инвестиционный климат в регионе. Это «Новости севера». Смотрите далее в программе. 40 лет спустя школа-поселка Искатели отметила большой юбилей. О каком подарке мечтают ученики и педагоги? Крупнейшая школа Заполярного района отметила 40-летний юбилей в 1975 году. Восьмилетняя школа в поселке Геологов распахнула свои двери для 170 учеников. В историю окунулась наша съемочная группа. В середине 70-х в округе идет активная разведка и разработка месторождений. Растет и маленький поселок геологов-искателей. В 1975 году по инициативе начальника Наринмарской экспедиции номер 5 Михаила Ардалина в поселке появляется собственная школа. Изначально она состояла из одного здания, которое строилось всем миром. Какую мы видим сегодня школу? Школа – это дом. Дом, который построили нефтяники, студенты, стройотряда Угдинского индустриального университета, учителя, ученики, родители, выпускники. После этого здание дважды достраивалось. В 90-м году эксплуатацию ввели трехэтажный корпус. Дополнительное помещение позволило учиться только в одну смену. Школа как крепость. Когда кто-то приходил и говорил, да, я знал, что школа искательская большая, но что такая она большая, я не знал. Даже нам когда-то предлагали на роликовых коньках ее переезжать. За 40 лет из стен искательской, или как ее привыкли называть в народе шестой школы, выпустились тысячи мальчишек и девчонок. Среди выпускников много тех, кто после получения профессионального образования вернулся в родную альмаматор уже в роли учителя. А кто остался жить и работать в других городах, но в праздник они не забыли поздравить свою родную школу. Сегодня я бы хотел сказать спасибо нашим преподавателям, которые обучали нас не только тому, что написано в школьной программе, но и делились своим жизненным опытом, давали нам советы и решали, помогали решать проблемы, которые на тот момент казались там глобальными. Сейчас в искательской школе учатся порядка 800 учеников с 1 по 11 классы. Каждый из них отметил, что лучшим подарком к юбилею стала новость о строительстве новой школы. Такова была информационная картина этого дня. Увидеть все новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова